Сюрприз, веселые горки и детская железная дорога. Место, где еще в прошлом году стояли самые популярные аттракционы, теперь огрожено сигнальной лентой. Демонтировать аварийные карусели подрядчикам удалось буквально за несколько дней. Насколько я помню, даже они еще в моем юности были созданы, наверное, им буквально 30 лет, то есть они жили себя и стояли просто здесь, как мертвые динозавры, скажем так, куча железа, которая мешала красоте этого парка прекрасного. После того, как мы это все демонтировали, мы будем облагораживать территорию, соответственно, выравнивать площадки, засыпать ямы, чтобы была ровная полянка. Появятся ли на этом месте новые карусели, пока неизвестно. Да и есть ли смысл. По словам сотрудников парка, отдыхающие это место не берегут. Больше всех от рук вандалов пострадала эта спортплощадка. Ее построили несколько лет назад. Юные спортсмены почти сразу изуродовали специальное покрытие, а недавно сломали металлические футбольные ворота, баскетбольный щит и кольцо. Изор стекла – это насколько иметь сил, здоровье и наглости, чтобы разрушить эти кольца. То есть, за свой счет, администрация попросила парка восстановить эти кольца, приварить на место. Ну, я не знаю, насколько долго хватит этой сварки, потому что народ у нас, скажем так, любит что-то новое опять сломать. На установку камер видеонаблюдения и охрану средств нет, а ворота, которые закрывают каждый вечер, злоумышленников не останавливают. Одну из железных калиток кто-то снял с петель и унес с собой. И это еще не все. Кирпичи, куски железа и другой строительный мусор – это все, что осталось от кафе. Сейчас это место, по словам череповчан, облюбовали люди без определенного места жительства и подростки. И по предписанию Управления административных отношений это строение придется снести. И сделают это совсем скоро. Сейчас сотрудники парка приводят в порядок территорию без обеда и выходных, в любую погоду. Уже спилили старые ветки, скосили траву, однако эта работа осталась незамеченной. Темно очень в парке, надо деревья вырувать, старых очень много деревьев, аттракционов нет. Здесь делать-то уже нечего стало вообще. Как бы что-то делают, убирают старые карусели. Это правильно, как вы считаете? Ну, естественно, зачем же старые нужны, если они не работают. То есть лишний травматизм там и все такое прочее детей. У меня вот из детства есть воспоминания. То есть раньше, когда сюда приходили, было много аттракционов. Сейчас вот, как мы видим, их все сносят. И это немного печально. Возможно, уже совсем скоро парк изменится кардинально. И здесь появятся новые кафе, карусели, клумбы и даже своя автономная система электроснабжения. Преображать парк планируют постепенно с 2019 по 2021 год. На это, по подсчетам специалистов, понадобится более 100 миллионов рублей. Сейчас рассматриваются различные варианты финансирования. А пока поддерживать состояние парка удается только за счет скромных бюджетных средств и при помощи неравнодушных жителей. Что касается действующих аттракционов, они прошли необходимую проверку и имеют соответствующие документы. Осталось наладить погоду. Татьяна Жданова, Анатолий Холин. Новости.